Мы продолжаем работать в прямом эфире. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. Цены на бензин подскочили по итогам последних биржевых торгов в Казахстане. На трех отечественных НПЗ средневзвешенный индекс АИ-92 за тонну вырос почти на 4 тысячи тенге. У Атыраусского НПЗ он составил 198 тысяч 276 тенге. Ранее на 4 тысячи тенге было дешевле. У Шимкенского 213 тысяч 4 тенге и 215 тысяч за тонну топлива у Павлодарского НПЗ. В Акмолинском филиале КИГОК скрывали майнинговую ферму. Ее обнаружили сотрудники Комитета атомного и энергетического надзора по контролю Минэнергетики. Майнеры незаконно подключили свое оборудование на высоковольтные подстанции, хотя все криптобизнесмены по закону обязаны информировать уполномоченный орган в сфере цифрового развития о своей деятельности. Теперь в Минэнерго введут контрольные мероприятия в отношении нацоператора КИГОК. По факту применят соответствующие взыскания. Больше суток жители 42 домов в селе Сатыки Генского района Алматинской области обходились без электроэнергии. Сильный ветер оборвал провода. Из-за этого вышел из строя трансформатор. Резкое замыкание повредило все электроприборы в домах сельчан. Авария произошла ночью. Сейчас подачу света в дома восстановили. В районном Акимате сообщили, что электроснабжающая компания подсчитывает материальный ущерб, нанесенный жителям этого населенного пункта. В Казардинской области нашли пропавших пастухов. Три дня назад 40-летний отец и 11-летний его сын, жители поселка Аккыр Жалагашского района, выехали на лошади в соседнее село и не вернулись. Без тревогу забили родственники. Они обратились за помощью в районный отдел полиции. Бригада спасателей незамедлительно выехала на их поиски. Спустя почти двое суток замерзших, голодных, но, к счастью, живых пастухов нашли в степи. Им оказали первую помощь и отвезли домой. В ДЧ советуют воздержаться от похода в степь. Метеорологи прогнозируют сегодня в регионе сильный туман. На Казахстан надвигается северо-западный холодный антициклон. На восток он принесет погоду без осадков. Там, тем временем, западная половина страны окажется под воздействием очередного атлантического циклона, с которым ожидается неустойчивый характер погоды. На большей части республики синоптики прогнозируют снег, гололед, порывистый ветер, на севере с метелью. А вот на северо-западе, напротив, по прогнозу, ослабление морозов и повышение температуры воздуха. Утром в столице было минус 25. Из-за понижения температуры ученики с нулевого по четвертые классы первой смены учились дистанционно. Но на улице потеплело, и вторая смена учится уже в традиционном формате. Об этом сообщает прислужба управления образования города. Дети села Сагабуен Акмолинской области учатся в Акимате. Уроки проходят в маленьких неприспособленных кабинетах. Мера эта временная. В самой школе идет капитальный ремонт. Работы начались только в августе. А вот успеют ли подрядчики уложиться в срок, выясняла наша съемочная группа. Сын приходит из школы, жалуется на стесненные условия. В классах мало места, они не проветриваются, родители зданий не пускают. То и разрешили же проводить, а мы не имеем права зайти в школу. Берег Кусаинов – один из тех родителей, недовольных условиями, в которых получают знания дети. По его словам, их можно было отправить на учебу в школу соседнего села. Однако мнение родителей не было учтено, утверждает он. Его поддерживает и Айгуль Нурбаева. Из-за того, что кабинеты маленькие, дети страдают. Там же должен быть определенный стандарт по условиям пребывания в кабинетах. С весны обещали приступить к капитальному ремонту старой школы. А начали чуть ли не осенью. Когда ее сдадут в эксплуатацию, неизвестно. Уже зима началась. А вот учителя уверены, что условия в школе для полноценного учебного процесса созданы. Выполняются и все санитарные нормы. Учимся в две смены. Старая школа была холодной. В этом здании сейчас тепло. Мы даже оборудовали школьный туалет. Пока в стесненных условиях находимся. Но нужно потерпеть. Мы собирали родителей на сход. Все разъяснили. Вроде бы все они поняли. По словам заведующего районным отделом образования, вопрос перевозки детей на учебу в соседнее село обсуждался. Однако из-за безопасности школьников было решено пока наладить учебный процесс в приспособленном здании. Для этого за 11 миллионов тенге даже отремонтировали местный акимат. А реконструкцию старой школы начали в конце лета, после тендера. ПСД по капитальному ремонту школы в селе Сагабьен завершили в конце марта. В апреле прошла экспертиза. Затем на сессии областного маслехата было решено выделить деньги на ремонт. Полтора месяца конкурс шел. В августе определился подрядчик. Поэтому только с этого времени начали ремонт. Все работы по реконструкции зданий школы ведутся в соответствии с графиком. Сейчас завершено 40% всего намеченного объема, утверждают подрядчики. Сдать объект в эксплуатацию они обещают к маю следующего года. Ульнар Жантасова, Фон Штургенбаев, Хабар-24, Алматинская область. И в это же время в Кустанайской области уже в четвертый раз не успели сдать школу в срок. Капитальный ремонт в учебном заведении поселка Родина начали летом. Изначально завершить работу на объекте планировали к сентябрю, но из-за отставаний в графике перенесли на середину октября. А к этому сроку подрядчик снова не успел. Всю первую четверть дети проучились в здании поселкового Акимата. Для занятий там приспособили 11 кабинетов. А чиновники временно переехали в сельскую врачебную амбулаторию. Мы уже об этом ранее говорили в эфире. Открыть отремонтированную школу пообещали после осенних каникул. Впрочем, уроки по-прежнему идут в Акимате. Обозначена новая дата, а подрядчику грозят судом. В связи с тем, что в проектной смертной документации были допущены много неисцикловок, ремонт затянулся, но на сегодняшний день на 95% ремонтные работы совершены. С 20 ноября текущего года дети пойдут учиться в данную школу. Штрафные санкции будут применены к генеральному подрядчику, а также обратим себя в суд для того, чтобы данного подрядчика включили в список недоброзойственных поставщиков подрядчиков. В стране зафиксировали прирост зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки 1125 новых случаев заболевания. Это на 42 человека больше, чем днем ранее. Такие данные межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Больше всего заболевших на севере республики далее следует Карагандинская область, а также Алматы. Вот уже полтора месяца в красной зоне находится Северо-Казахстанская область. Там фиксируют самый высокий по стране показатель заболеваемости коронавирусом. Только за сутки плюс 149 случаев. В стационарах более 600 пациентов. В Управлении здравоохранения отмечают, что увеличилось также количество летальных исходов. За пять месяцев от COVID-19 скончалось более 300 жителей. Со вчерашнего дня в регионах началась вакцинация беременных и кормящих женщин, а также подростков. За первый день препаратом Pfizer привились 56 человек. В следующей неделе у нас запланирована ревакцинация лиц против КВИ. Определены следующие контингенты населения. Группы риска. Это первые медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершения курса вакцинации не обнаружены антитела. Ревакцинация у нас против КВИ проводится другими типами вакцин, которые не применялись при первичном курсе вакцинации. А в Германии собираются серьезно ужесточить меры из-за высокого числа инфицированных. Однако при этом политики намерены избежать всеобщего локдауна. Новые правила вступят в силу в ближайшие дни. Будут ли теперь проверять паспорт вакцинации в общественном транспорте, как в музеях и ресторанах, и что грозит нарушителям, знает Шулпан Найманбаева. Как остановить четвертую волну коронавируса? Эту тему накануне обсуждали как депутаты парламента, так и главы федеральных земель. На обоих заседаниях шла речь об ужесточении мер. В итоге политики проголосовали за новый пакет ограничений. Поправки к закону еще должны быть одобрены федеральным советом, а также приняты на уровне каждой федеральной земли отдельно. Однако эксперты прогнозируют, что это случится в ближайшие дни. В первую очередь новые правила могут коснуться общественного транспорта Германии. Пользоваться автобусами, метро или поездами смогут только привитые, переболевшие и граждане, сдавшие тест на ковид. Исключение предусмотрено только для детей. Контролировать соблюдение мер будут полицейские, но пассажиров проверять собираются исключительно выборочно. Так называемая система 3П может быть введена и на рабочих местах. Это значит, что непривитые ежедневно должны будут проверяться на ковид. Ситуация драматическая. Важно, чтобы мы действовали быстро и последовательно. Также нужно улучшить контроль и внимательно следить за тем, смогли ли мы остановить динамику новых заражений или хотя бы замедлить ее. При нынешних цифрах мы находимся в очень тяжелой ситуации. Идет большая нагрузка на врачей и отделение реанимации. В целом, ужесточения будут зависеть от загруженности клиник. Если госпитали перестанут справляться с количеством пациентов, то в силу вступит правило 2П. Тогда ходить в рестораны, спортзалы или парикмахерские будет разрешено только привитым и переболевшим. Однако, если ситуация станет критической, даже вакцинированным и выздоровевшим придется сдавать тест на ковид, чтобы жить полноценной жизнью. Ну а те, кто подделает паспорт вакцинации или отрицательный тест, ожидают серьезные последствия. Нарушители могут приговорить к 5 годам лишения свободы. Шултана Иманбаева, Милослав Авриновский, Хабар, 24, Германия. В Украине один из самых низких показателей иммунизации в Европе. Стремясь мотивировать граждан пройти вакцинацию, президент Владимир Зеленский пообещал каждому вакцинированному украинцу выплатить 1000 гривен. Это почти 16 тысяч тенге. Опросы общественного мнения показывают, что почти половина населения Украины не планирует делать прививки. Тем временем число больных коронавирусом каждый день растет. Последний рекорд зафиксировали во вторник. Тогда скончались 838 человек. В Минздраве сообщили, что 96% пациентов не были привиты. В украинском городе Каховки, Ферсонской области, врачи работают на пределе своих возможностей. Доктор Александр Молчанов провел на смене 42 часа. Из них 24 часа в больнице, затем еще 18 отработал в палатках, установленных для лечения больных с ковидом. Каждая смерть, она отображается у кого-то седым волосом, у кого-то просто расшатанной нервной системой. Поэтому все равно тяжело. Мы же не железные, мы не роботы. Мы знакомимся с ними, мы с ними общаемся, мы узнаем про их семьи, мы узнаем про какие у человека планы на завтрашний день, на послезавтрашний день. Компанию по ревакцинации среди пожилых начали в Нидерландах. 90-летняя женщина из Гааги стала первой, кто получил бустерную дозу. По данным Национального здравоохранения страны, накануне было зарегистрировано более 23 тысяч новых случаев инфекции. Несмотря на то, что в стране почти 85% взрослых голландцев полностью вакцинированы, а между тем в центрах тестирования в Утрехте наблюдали с очереди из числа желающих поставить третью прививку. Все будет хорошо, это уже третий раз, так что постепенно это становится рутиной. Мне повезло, осталось одно место. Мне пришлось ехать довольно далеко, но, по крайней мере, я получу прививку. Кстати говоря, ношение масок снижает распространение коронавируса на 53%. К такому выводу в ходе исследования пришли ученые университета Монаша в Австралии и также Эдинбургского университета в Шотландии. Соблюдение социальной дистанции, в свою очередь, снижает распространение коронавируса на четверть. Мытье рук также показало сокращение заболеваемости на 53%. В заключении авторы исследования пришли к выводу, что собранные данные указывают на пользу мытья рук, ношение масок и соблюдение дистанции в борьбе с коронавирусом. Первый самолет с беженцами, пытавшимися пересечь границу Белоруссии и Польши, приземлился в Ираке. Всего свыше четырех сотен человек пожелали вернуться на родину. Большая часть пассажиров высадилась в Эрбили, а остальные полетели уже в Багдад. Основную часть мигрантов составляли иракские курды, причем вернувшиеся домой беженцы сообщили, что попытаются попасть в Европу снова. Если честно, мне сейчас очень грустно. Я был счастлив, когда уезжал в Беларусь. Люди вернулись, потому что у них не было другого выбора. Все эти молодые ребята безработные, но они вернулись. Я был готов умереть на границе. Если ситуация в Ираке не улучшится, через год или два я снова уеду. Тем временем в Германии заявили, что не собираются принимать беженцев, находящихся на территории Беларуси. Об этом сообщил глава МВД ФРГ во время визита в Польшу. Политик опроверг слова пресс-секретаря белорусского президента, которая ранее заявила о создании гуманитарного коридора в Евросоюз для двух тысяч беженцев. Всего, по данным Минска, на территории этой страны сейчас находится около семи тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Эти люди стали инструментом злой стратегии. И именно поэтому мы будем помогать беженцам в соответствии с ценностями ЕС. Чего мы делать не будем, так это принимать беженцев. Мы не поддадимся давлению и не позволим осуществить этот коварный план. Лучшие жизни ищут люди и на другом континенте. Новый караван мигрантов выдвинулся из южного мексиканского города Топачулы. Их цель – попасть в Соединенные Штаты. Они намерены двигаться к северу Мексики. На этот раз караван не такой многочисленный. Всего порядка двух тысяч мигрантов. И в основном это выходцы из Центральной Америки и Гаити, предпринявшие попытку прорваться через границу. Предыдущая провалилась. Людей разворачивали обратно. И некоторым из них мексиканские власти предоставили все-таки убежище. Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах и их семьях. Более полутора тысяч участников из предыдущего каравана получили возможность остаться в стране. Но процесс рассмотрения документов затянулся, жалуются мигранты. Собственно, настойчивость иммигрантов можно только позавидовать. И, кстати, именно это слово «настойчивость» стало главным в этом году по версии кембриджского словаря. С начала 2021-го на сайте его искали почти 250 тысяч раз. Пик пришелся на февраль, когда марсоход NASA Perseverance, название которого с английского переводится как «настойчивость» или «стремление достигнуть чего-то», высадился на Красной планете. Популярность слова специалисты также связывают с усилиями, приложенными в борьбе с пандемией. По мнению составителей словаря, интерес людей к определенным терминам или словам, повышается на фоне происходящих в мире событий. Мы снова в эфире. 38 возгораний произошло в жилых домах Павлодарской области только с начала отопительного сезона. И почти все случаи были зафиксированы в частном секторе. Скончалось четверо человек. Нанесен материальный ущерб на сумму более миллиона тенге. Павлодарская служба спасения усилила пожарную профилактику среди населения, потому как зачастую причиной пожара становится элементарная халатность. Тамара Шпильман воспитывает пятерых детей. Неделю назад во дворе дома случился пожар. Сгорела углярка. К счастью, никто не пострадал. Случай заставил женщину задуматься о пожарной безопасности. Поэтому, когда пришли сотрудники ЧАЭС с предложением установить газоанализатор, согласилась не раздумывая. От газа отказались, потому что страшно, не дай бог, не всегда углядишь, пока что-то делаешь или куда-то выходишь, всякое может случиться. Поэтому стараемся, чтобы пожар, это вообще очень страшно, не дай бог каждому. И поэтому как-то стараемся, чтобы ничего у нас такого не было. Печку топим сами, старших детей не просим. Спасатели говорят, зачастую несчастья происходят от банальной халатности. Дымоходы в печках забиты, а хозяев это даже не заботит. Потому и усилили работу среди социально уязвимых семей. С начала года они обеспечили датчиками угарного газа 400 домов. Основными причинами пожара является, это в первую очередь период отопительного периода, это, наверное, нарушение правил эксплуатации и монтажа отопительных печей. То есть, будем говорить, отсутствуют разделки, не соблюдают при эксплуатации печей, оставляют без присмотра печи, оставляют топливо, разжигают топливо. Ну, то есть, халатность, будем говорить, владельцев. Три пожара произошло из-за неправильной эксплуатации газовых баллонов. Три человека получили увечья. Поэтому каждый отопительный сезон для спасателей как бомба замедленного действия. Население понимает опасность и есть даже тенденция отказа от использования газа в быту. Жители самостоятельно отказываются от эксплуатации газового оборудования, так как это чревато последствиями. Все видят сейчас, что те же самые случаи у нас в Носплутании произошли. Люди сами начинают этого бояться, начинают относиться к этому более ответственно. Сейчас на постоянном контроле службы спасения находятся свыше полутора тысяч семей. Спасатели проверяют всех, кто пользуется газовыми баллонами и после трагических событий в Акмолинской области убедительно просят людей соблюдать меры пожарной безопасности. Асхат Нязов, Ербул Абишев, Пловдарская область, Хабар, 24. Прогрессивный закон о защите животных приняли во Франции. Текст проекта закона обсуждался неоднократно и вот вскоре в стране вступят в силу уже новые запреты. Покупка домашнего питомца теперь будет возможна только лишь после недельного срока на раздумья и подписания обязательств о принятой ответственности. В стране, где каждая вторая семья держит животных дома на улице, каждый год оказывается почти 100 тысяч кошек и собак. Новые ограничения помогут решить эту проблему, считают авторы закона. Через два года во Франции вступит запрет на цирки с дикими животными, а уже через пять лет на дельфинарии. Незамедлительно должна закрыться последняя пушная звероферма в стране. Стали жестче и наказание. За преднамеренное причинение вреда животному грозит до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро. Если раньше подобное классифицировали как нарушение, то теперь это уголовные деяния наказывать будут и за съемку. Важно, что голосование за этот текст состоялось, потому что он несет ответ на ожидания ваших соотечественников. В конце концов, больше не допустимо обращаться с животными, как с предметами или товарами, которых рекламируют или дарят, не думая о последствиях, или которых можно выбросить после компульсивной покупки. Больше не допустимо, чтобы дикие животные задержались в неволе и выставлялись на показ в условиях, которые не являются их естественной следой обитания. Это исторический момент. Были сильные ожидания со стороны французов, на которые ответил парламент. Хочу разделить с вами эмоции по поводу человечности, который выражает новый закон в отношении животных и того общества, к которому мы стремимся. Этот закон – гордость нашего народа. А вот нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе стал крестным отцом двоих детенышей Пант. Близнецы Юан Дуду и Хуан Лили появились на свет в зоопарке Буваль три месяца назад. Звезда Парис Энджермена назвал это событие одним из значимых моментов в его жизни и пожелал малышам крепко стоять на лапах. Крестной же матерью медвежат стала олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Джан Дзя Ци. А в зоопарке штата Техас вылупились 10 детенышей комодского дракона. Момент появления на свет рептилий, находящихся под угрозой исчезновения, попал на видео. Сейчас животные находятся под круглосуточным контролем работников зоопарка. Я отмечу, комодские драконы – самые большие ящерицы в мире, дожившие до наших дней. Длина тела взрослого самца может достигать 3 метров, ну а вес – 90 килограммов. Основной ареал обитания редких рептилий – острова Индонезии. Мировые автоконцерны показали новые версии электрических кроссоверов. По задумке конструкторов, представленные в Лос-Анджелесе модели составят конкуренцию компании Тесла. Подробнее о новинках от корейских, американских и вьетнамских производителей в нашем завершающем материале. Основной акцент производители сделали на форму и экономичность автоновинок. Таким образом, они надеются обогнать Тесла по объему продаж на североамериканском рынке, где огромным спросом пользуются кроссоверы и внедорожники. У них хорошие продажи, и публика очень хорошо знакома с их моделями. Мы же хотим представить альтернативу, и у нас совершенно другой подход к производству электромобилей. Помимо известных широкому кругу автовладельцев брендов, зрителям показали и других участников гонки за лучший электрический кроссовер. Одним из них стал «Оушен» от калифорнийской компании «Фискер». Предприятие создал бывший консультант по дизайну «Тесла». У нового электрокара встроенный 17-дюймовый экран, который переключается из портретного режима в альбомный. Серийное производство автомобиля стартует в следующем году. Мы даже хотим запатентовать этот экран. Его было очень сложно сделать, учитывая все правила безопасности. Думаю, его оценят молодые люди, которые во время зарядки смогут играть или смотреть видео на мониторе. Еще одним дебютантом показа в Лос-Анджелесе стал вьетнамский автоконцерн «Винфаст». Он представил два электрокара, созданных на собственной модульной платформе. А над их дизайном работало ателье «Пенино Фарина». Представители компании даже заявили о строительстве завода по сборке в США. Таким образом, они хотят сократить время поставок готовых машин, которые должны стать прямыми конкурентами для моделей «Тесла Х» и «Вай». Конечно, это очень важный этап для нас. Мы основали компанию в 2017 году, добились больших успехов во Вьетнаме, а сегодняшним дебютом стали глобальным брендом и производим только электромобили. Первые серийные поставки мы начнем уже в конце следующего года. Самым главным преимуществом всех представленных моделей производители назвали доступность. По их мнению, именно цена позволит покупателям отказаться от авто на бензине и пересесть на электрокары. Амир Хайдаров, Хабар-24. На этом пока все. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok